Новый год. Что может быть прекраснее этого праздника? Доброго, веселого. В этот момент наступает время раздачи различных подарков. И для клановых игроков у меня был особый сюрприз. И чтобы турелька была действительно сюрпризом, мне пришлось ее упаковать в праздничную елку. И знаете, немногие знали, что моя елка это не просто елка, это елка-убийца, которая разваливает всех на своем пути. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет ролик под названием «Новогодняя ловушка». Ну или лохушка, кому как удобнее, как говорится. Ну а перед началом ролика я хотел бы вас поздравить всех с наступающим или уже с наступившим Новым Годом. И желаю всем, чтобы вы не болели и у вас было море позитивных эмоций. А если вы хотите сделать подарок мне, то поставьте свой лайк, если мы наберем 50 тысяч, я буду просто реально счастлив. Всем приятного просмотра, впереди вас ждет реально годный контент. Вот это я вовремя зашел на сервер. Вот это очень вовремя. Не успел я зайти на сервер, меня ждало эпичное начало. Вы просто посмотрите, возле меня сбивали вертолет. И так как мне было нечего терять, в силу вступила операция Big Young. Run, run! Я спер патроны! Я спер патроны, они мне нужны будут. Я скинул патроны и побежал снова к этому вертолету, ведь там были еще три ящика и два бомжа, которые пытались их залутать. Не подходи ко мне. Возле вертолета я был самым опасным бомжом со снежком. До момента, пока не прибежали клановые игроки. Ай! Да, все ящики угнать у меня не получилось, но у меня оставались патроны, которые мне были нужны. И для этого мне нужно было как можно быстрее добежать до этого места, ведь там бегало очень много бомжиков, которые могли забрать мои патроны. Я надеюсь, мои патроны никто не найдет, потому что эти патроны мне, ой-ой-ой, как нужны. Чувак, не беги туда, там опасные ребята стреляются. Пофиг. Ничего, теряйся. На тебе, на. Держи. Хорош. Бежим, браток. Я тут кое-что приныкал. Есть. Так, патроны никто не забрал. Это очень хорошо. У меня есть план, как я буду развиваться на этом сервере. Очень гениальный и очень простой. А для того, чтобы реализовать мой план, мне нужно было засейвить эти патроны и добежать как минимум до аутпоста. А на сервере с онлайном 600 человек было это сделать довольно непросто. Но мне повезло, я увидел шар, который находился в сейв-зоне. Оставалось только найти топку. Еще я фармил абсолютно все подарочки, ведь с них выпадал довольно неплохой став. Юньк. Из первого же подарочка мне выпал снежкомет. Фармил подарки не я один, там было много бомжиков, которые делали то же самое. Но так как я самые быстрые руки на Диком Западе, я тырил у них их из-под носа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аааа. I'm fast as fuck boy. На, держи тебе леденец С наступающим И вот у меня появилось топливо Это был мой шанс отчалить с этой сейф-зоны И долететь до аутпоста Но сделать это не давали мне бомжи Пока я фармил бочки Я познакомился с одним адекватным пареньком Который тоже собирался в сторону аутпоста И поэтому я решил взять его с собой Ты на аутпост не собираешься Мы можем долететь туда в принципе Можно Полетели, так сейвовия будет Наверное У меня 12 топки всего, не знаю, хватит нам этого Ого Сейчас посмотрю, может еще бочку какую-то найду Я бегал, искал топливо И увидел, как кто-то кому-то передает лут И я подумал, что я смогу что-нибудь украсть Ёнь-ёнь Ты не берешь скраб? Ты не берешь скраб? Серьезно? Ахахахахаха Ахахахаха Он пустой уже И наконец-то у нас появилось топливо И мы полетели в сторону аутпоста Блин, а че это за штука такая? Подожди Это? Слева полудеревянная такая? Угу Вот это от пиры, короче, там подарки забираешь Там, короче, сегодня Сейчас этот Все Обвесы наружу Ого На крыше тип Петляем Фух Нормально Офигеть, так я знаю, что я сейчас делаю Где оружие продается? Мой план был таков Купить М39 И начать свое топовое развитие возле аутпоста Блин, 400 скраба она стоит И у меня была единственная надежда поднять 100 скраба Поиграть в рулетку 5 скраба оплата Или ты не выйдешь с этого города? Ты серьезно? Мне даже страшно стало Это скраба контроль Если я выиграю, я дам тебе 5 скраба Ты выиграл, давай 5 скраба Держи, братик Все, я больше тебя не трогаю И вот, наконец, я купил заветную винтовку О, да Ха-ха-ха-ха-ха Пофармив самую малость дерева возле аутпоста Я отправился отстраивать свой первый домик И знаете, самое сложное было найти место, где можно было вообще строить Так как везде стояли шкафы Тут везде дома стоят И вот я уже вроде как нашел место моей мечты Но чувак, который жил в этом доме, так не считал Это ловушка По любасу Побегав еще самую малость времени Я все-таки умудрился найти место, где бы я смог возвести свой первый дом Мне нужен ящик Срочно И так как я убил соседа два раза Я знал, что у него КД А это означало, что у меня есть время Что-нибудь сделать с его базой Сейчас я ему спальник разобью Гантрап разобью Если повезет, у меня получится дипнуть его дом Так, сидим и ждем Я уверен, что он откроет двери Так Он меня не видел Чувак Не смотри на печку Не делай этого Не, ну очевидно, теперь он точно меня видел Я разбил абсолютно все, что смог разбить Даже печку И отправился заниматься своими делами О, кстати, я по идее могу зарейдить этот домик небольшой Мне надо еще одну дверь сюда воткнуть, как минимум Пойду-ка деревца порублю немного Или камушка И только стоило мне присесть пофармить Как вдруг на меня напали охотники за фармерами И мне пришлось отбиваться Сразу я укрепил защиту и поставил еще одну дверь Ведь здесь меня зарейдить могли в любую минуту Не, все-таки это в камень загрежу А потом пойду формить Потому что у меня тип под домом сидит И этот новогодний ивент был настолько суров Что убивая любого бомжа Можно было получить топ-обвесы А еще мне действительно нравилось собирать эти новогодние подарочки И как вы понимаете, собирать подарочки нравилось не только мне, но и моим соседям, которых я стреливал с моей винтовки. Тем временем, под моим домом дуркемперов становилось все больше и больше. Они все пытались меня убить. И воевать со мной собирались не все, некоторые пытались помириться. И один из таких был тот самый викинг. Я ловушку собираю в стройке. Я предлагаю мир. В конечном итоге, я все-таки решил добавить его в пати, и мы не стали друг другу мешать играть. Я продолжал исследовать свою территорию и искать фармеров, которые могли бы принести мне какие-нибудь полезные ресурсы. К ноге, подлекс, к ноге. Пока я бегал и знакомился с моими соседями, неподалеку от меня начали кого-то выселять. И я решил туда сходить. Ой, там рейд. Пойду-ка гляну, что там вообще происходит. Мне даже практически удалось утащить Томпсон, но меня перехватила небольшая группа из всего семи человек. Ох, нифига себе вас тут идут. Понял. Был неправ. Да, меня окружали клановые игроки, и они были повсюду. Ну а что вы хотели? Это же Растория. А еще здесь было очень много рув кемперов. Понял. Чтобы отстроить новогоднюю ловушку, мне нужно было знатно подфармить. А как это проще всего сделать? Правильно, нужно было фармить фармил. Ох. Стоп кампинг, бич. Стоп кампинг. Я не камп, я убил этот фармил. Я убил тебя. Что ты имеешь в виду, мэн? Ох. 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 Спасибо. Ты можешь взять это, мэн. Нет, нет. Это для тебя. Для тебя. Я не нужна. Ох. Я люблю тебя, мэн. Я люблю тебя. Не, в таких кустах берету найти полный анрил. Берета под личинкой валялась. Понял. Неплохо. А также я раздавал различные подарки бомжикам, которые прибегали на аутпост. Хэпи нью-эр, мэн. Мерри крисмэс, тейкит. Ахэф фор ю. Став, тейкит. Братёнь, я тебя люблю, я... А ещё я закупил немного дерева. Ведь мне нужно было расширять домик. И по пути домой на меня напали мои соседи. Хоть они меня и не убили, но я понял, куда я точно сейчас вернусь. Для начала мне просто нужно было скинуть мои ресурсы. Ну это ты зря, конечно, сделал. Это ты очень зря. У меня там где-то разрывные патроны были. Увидев, что у него вторая дверь деревянная, я схватил разрывные и побежал выселять моего агрессивного соседа. Сейчас я тебе покажу, что значит стрелять с лука с двери. Возможно, с этого дома я не получил никакие ресурсы, зато я избавился от потенциального дуркемпера и забрал его дом себе. А после я взял с собой лук и побежал байтить моих соседей, которые по мне стреляли. Но выходить они не собирались. И тогда я взял с собой М39 с глушителем и сел под дерево. Оказывается, эти ребята бегали вокруг дома и расставляли стенки. И я решил помочь им это сделать. Был бы день, а то ничего не видно. Сваливаем. Неплохо, неплохо у меня соседи тут живут. Постепенно в доме ящики у меня забивались различными ресурсами, но этого было мало. Поэтому я прибегал к ним снова и снова. Оу-ла-ла! Оу-ла-ла! Си-и-и! Как мне нравятся эти соседи, просто они дарят мне пушки. Я надеюсь, тут 4х? Нет. Ха-ха-ха-ха-ха! Хорош! Ой, так я еще и камушка с них забрал. Ммм, молодцы какие они. Люблю соседей. Давай, отъедайся, братик. И за то, что они сидели на крыше и стреляли по бомжам, я отплатил им очень добрым титоном. У меня есть небольшая идейка, что бы я мог сделать с моими ближайшими соседями. И идейка у меня была такова. Скрафтить шкаф и воткнуть у них возле их территории, что бы они не смогли расширяться. Я им сладкую жизнь устрою. Здравствуйте, детишки. А вам говорили, что если вы будете ру в кемпере, то злой Дед Мороз придет и вас накажет. Так вот. Он пришел. Какой-то десантник. Грустный. На самом деле мне сейчас нужен скраб, я хочу купить турель, изучить турельку. А это очень долго и упорно надо фармить. Возле меня была дорога и аутпост. И это означало, что очень много различных бомжиков бегут туда перерабатываться. Мне оставалось их только отстреливать. О, сейчас челик отписнет. Иди лутай его. Иди сюда, на питон. Постреляй по тому типу, который лутаться будет. Вот, видишь, там голый бегает. Убей его. Все, все, жди, жди, жди. Найс, найс, добивай, добивай, добивай. Хорош, ты его ушатал. 40 секунд ждем, и я залетаю туда. На, это тебе. Ооо. Ну-ка, а где второй сладенький? Ооо. И знаете, как мне показалось, это был самый простейший фарм. Ресурсы сами шли ко мне. Ха. Ха-ха. Слушай, ну тут нормально было. На, держи. Питон себе можешь оставить. Ооо. И только я собирался расширять мой домик, как вдруг я увидел в окошко дуркемпера. И судя по его лицу и чирки в руках, он явно был чем-то недоволен. Что ты хочешь из моей базы? Эй, бич. Сокь мою большую пеннис. Я продолжал бегать и искать фармеров. Ведь мне нужно было очень много скрапа, чтобы купить турель, ПВО и все изучить. Но убивал я далеко не всех бомжей. Ведь я понимал, что вызвать на этом сервере довольно сложно. И знаете, что самое смешное? Даже после того, как я их поднял и отдал им все ресурсы, они пытались меня обмануть и убить. К счастью, его настигла карма и его убил какой-то руфкемпер. А я наконец смог добежать до РТшки и немножечко ее пролутать. Нифига себе, тут супермаркет в воде просто затопленный. Ха, подводный супермаркет чисто. Пробегая возле затонувшего супермаркета, я увидел то, что на нем бегает какой-то тип. И очевидно было, что он перерабатывает свои компоненты. Офигеть, реально затопленный супермаркет. Вот это респавн. Я бы там типа убил, конечно. О, 350 скрапа, спасибо. Пассивки. Так сюда надо с гарпуном идти. Реально, сюда с гарпуном надо идти и фигачить тупо всех бомжей. И затонувший супермаркет стал идеально какой-то ловушкой. Я просто фигачил всех под водой и забирал их ресурсы. Это было действительно весело. Я буду тупо водяным в этом вайпе. Я нашел свое предназначение. Некоторые выжившие настолько сильно боялись акулу Папа Чиза, что просто прятались где-то на стеллажах. Но для них у меня был другой подарок. Так, я поплыл отсюда. О, ящик. 500 скрапа. В принципе, я могу второй верстак поставить. А нужен ли он мне? Это уже другой вопрос. Мне хватало скрапа на второй верстак, но я решил рискнуть и поднять еще немного. В казиночень. Пожалуйста, синюю. Давай. Ааа. Ааа. Хорошо. Все. Больше я не играю. Спасибо. Первым делом я купил себе гантрап, турельку, изучил гантрап и уже был готов ставить свою первую ловушку. И чтобы ее отстроить, мне нужно было как минимум достроить мой маленький домик. Как бы мне сделать красиво? Капец, тут коптеров разлеталось. Реально, если ПВО поставить, можно такую дичь тут делать. Ааа. Ааа. нет ты меня убить хотел этом это мой гастейшн ой как тут сразу красиво стало топ кстати могу печульку скрафтить на печулька мне нужна о большой подарок сейчас крафчу носок то что нужно это самый лучший предмет который мог выпасть носочек чтобы фармить много скрапа мне нужна была какашка ферма а чтобы ее отстроить мне нужен был камень который добывали фермеры возле моего дома из если хочешь поработать как посты и все пройдет ай блин это карус этого типа так 1 2 2 на 2 короче нормас походу придется расширяться со временем у меня есть идея как это сделать ко мне под дом начали частенько прибегать соседей и пытаться меня убивать хоть у них иногда это и получалось сделать но убежать у них получалось не всегда я себе опасно проще надо турель ставить куда-то задолбали эти бомжи браток ты моего коня угоняешь я себе его хотел загнать у меня уже готовы давай давай поделюсь потом я тут воевал за этих лошадей просто люблю какашки какашки этот топ осталось еды найти но еду можно купить наша ферма была построена наконец-то я поставил первый верстак скрафтил гантрапы и у меня уже была хоть какая-то но защита мои соседи тоже не сидели на месте они отстраивали вышку а ты умеешь лестнице крафт у меня в ящике лежала одна лестница но изучить я ее никак не мог так как у меня не было скрапа неподалеку от меня отстраивался какой-то домик и я решил все таки ее потратить и не поверите знаете кого я встретил моих старых друзей из клана бизизи вы оказываются возле меня еще живете знал бы что это вы типа я изначально думаю что за холк знакомы помню в бизизи играл типа у меня там кибитка стоит недалеко от вас можешь эту лестницу снять она мне пригодится спасибо большое это были мои старые друзья и поэтому мешать им играть я не собирался и просто ушел домой и тут моя сладкая жизнь была закончена на меня обидели соседи и прибегали ко мне под дом о о я домой я побежал к моему соседу узнать если у него лишний скраб и увидел как моему дому подбежали три типа в топ сетах и это означало только одно рейд и сейчас вы поймете почему иногда стоит дружить со своими соседями киборг бурб давай 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 фокин лузер мэн юпаки лузер мой сосед оказался настолько жесткий что просто зарубил его с мачете У меня не было одной стеночки, но они даже не дошли до лута. И мне нужно было как можно быстрее скрафтить план постройки и океанку. Возле домика продолжалась война, но она меня волновала в последнюю очередь, ведь мне нужна была тут стенка. Нормально, отбились. Я не знаю как они это сделали, но они умудрились слить рейд кибитки 2 на 2. Зато в этот момент я точно понял, что мне стоит построить мой новенький топовый бункер. Но для этого мне нужны были рейсики. Так, я надеюсь, у меня никаких бомжар под домом не сидят, потому что мне бы дом построить новенький. Так, у нас бункер открывается вот так. Наконец я достроил мой бункер, а еще я его максимально усовершенствовал. Он стал намного просторнее и намного защищеннее, чем был раньше. Не успел я достроить домик, как под моей базой началась людейшая война. Минус 1, отлично. Они меня залутали походу. Нет? Ого! 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 Жулик вор тупо украл. Офигеть, тут одни бомжары идут, чувак. Да ты задолбал уже стрелять. Пошел вон. Тем временем, кто-то постоянно пытался запрыгнуть в мой домик. И откисал от гантрапов. Ай, блин. Ой, я, кстати, могу вот сюда спорить. Че, теперь ловушка топовая. Моя разработка. Это лучший дом за всю историю Раста. Хочешь покажите? Не, 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 прыгай, не убьет. Я разрядил. Все, повозьи сюда. Смотри, видишь? Банкирочек. А теперь смотри. Ну, нихуя. Да, вот сюда наверх запрыгни. Да. А? Нихуя ты баклажан. Ой, see you, naked man! Все, все, ты, ты попался в ловушку Джокера. Все, ты проиграл. Ну все, жулик, готов? Ты сейчас будешь делать ровно то же самое, что я делал с этим леденцом. О, боже мой. Слышишь, да? Мне страшно, не надо. Мне очень страшно, мне очень страшно. Я не знаю, чем тебя убить. Выбирай, чем тебя убить. Я тебе скину ёлку, а ты меня ей убьешь. Жулик. Офигеть, он 400 металла у меня забрал. Зайдя на следующий день, я был реально удивлен. Мой домик не зарейдили. А еще у меня появился новый спальник. Гос говноконтроль. Ха-ха. И это означало только одно, что пончик расширил нашу ферму. О-о-о, тут пончик просто отбабахал. Ха. Блин. 30 какашек, неплохо. И вы просто посмотрите, сколько же в ящике лежало вкусного, сочного, сладенького дерьмица, который я мог поменять на скраб. И вот вы можете задать мне вполне уместный вопрос. Откуда у этого бомжа Элэрка? И ответ банально прост. В этот день она выпадала с ящика. То есть с ней бегал абсолютно каждый второй бомж. Реально Элэрка выпадает. Сирис ли? Вот это кек. А все остальное время я обменивал говнецо и получал скраб. И знаете, это вам не мод сервер, чтобы ты пришел в один клик все обменял. Мне приходилось стоять здесь несколько часов. О, это Ёлка, кстати, хорошее место, чтобы сюда воткнуть турельку. Или ПВОшку. Вообще что угодно. Стоп. Этого трупа здесь не было. Ха-ха. Ха-ха. Ой, блин, кто-то запрыгал. Наконец я изучил все, что мне пригодится, чтобы поставить турельки. И начал проводить электричество. Отлично. На старте я решил застроить ту самую Ёлку и поставить туда турельку, чтобы никто меня не мог подсиживать. Наконец я запитал мою турельку. И мне оставалось просто дожидаться моей добычи. Ха-ха-ха. Ха-ха. Работает, моя родненькая. Работает. Ха-ха-ха. Блин, была бы ПВО сейчас. Я бы такую грязь тут делал грязную. Коптеры, которые летали над моим домом, очень сильно меня манили, чтобы я купил ПВОшку. Поэтому я отправился на охоту. И нашел у него кое-что интереснее. Ракетницу. После прошел внезапный рестарт. И когда я поднялся на крышу, я увидел это. А, ну да. Ну да. Неплохой откат. Спасибо. Для тех, кто не понял, Ёлка, в которой стояла турелька, просто исчезла. Ого. Ого. Ха. Ха-ха-ха. И, наконец-то, благодаря этому типу, я смог поставить второй верстак. И это означало, что настало время ПВО. ПВОшку у меня было в планах поставить на моем стареньком домике. И для этого я поставил новые потолочки. Ну, конечно, если захотят, они в любом случае развить смогут. Тут кого-то турелька убила. Я боялся, что разобьют мою ПВОшку какие-то бомжи, поэтому поставил ёлки и спрятал её, чтобы её никто не видел. Топ. Ха. Это просто топ. Прям. Шик. Просто шик. Ха-ха. Фиг его кто увидит. Ну, если не всматриваться, то, в принципе, не видно. У меня тогда есть другая идея с турельками. Офигеть. И именно в этот момент у меня появилась гениальная идея, как поставить топовую ловушку. Для начала мне нужно было всего лишь скрафтить ёлочки. А, ха-ха-ха, я такую пушку придумал. А, да, вот это топ. Топ. Её просто не видно. Ха-ха. Найс. Осталось её затестить. Вы могли заметить, что в моей команде появился ещё один выживший. И сейчас я хотел бы вам показать, откуда же он взялся. Я стоял на аутпосту, разговаривал с ребятами и услышал, как бомжик с ЛРК просит о помощи. Он не мог построить свой домик. А ты можешь мне помочь, пожалуйста? Я не могу хату построить. Чем помочь? Дома строить? Постройся вот для нас. Мне человек... Ну, или... У меня просто дерево. Я уже раз 30 сюда добегаю, меня собирают. У меня чувак какой-то добрый, да, на зарку. Я еле сюда добегал. Чё, трэмп. Ты соло играешь вообще, не? Я могу хату одну подарить. Да, да, я один. Я один играю, да, у меня. И с этих самых пор он начал выживать в моём старом доме, с которого я съехал. Но я по-прежнему в него мог заглядывать, так как у меня там стояли турели и проведено было электричество. Я бегал, фармил камушки и услышал, как стреляет моя ПВОшка. И моя ПВОшка сбила челиков, которые летели с аутпоста и пролетали возле меня. Я одного бомжа прошёл в угол. Сзади, в спине, в спине. Изи бич, изи бич, изи бич лут, изи бич, изи, 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 изи. Ой, ты моя ПВОшечка работает. Кайф, вот это я понимаю. После чего я поставил ещё одну турель. И поверьте, желающих подсидеть меня под домом было довольно много. И знаете, мне моя турелька очень даже нравилась. А вот моим соседям не особо. Где я убил тебя? О, черт! Не, 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 будь приятный, будь приятный. Ай, за что? Слушай, ну, у меня к тебе просьба. Ай, просто я на сто раз. Они бежали ко мне с двушками и постоянно отписали от моей турельки, которая стояла в ёлочках. А некоторые индивидуумы даже пытались запрыгнуть ко мне в дом. Он умер. Ай, я не могу это. Какой это трэш вообще. Всё, что тут происходит, это полный трэш. И мои соседи настолько устали откисать от этой турели, что решили прийти сюда со взрывчаткой. Нифига! Но взорвать турель у них не получилось. Увы. Ты что, дурик? Я спрятался. Он не знает, что я здесь. Мне кажется, зря я сюда сел. Очень зря. Я очень зря залез под этот фундамент. Фигач всех, мужик! Всех фигач! Фух, они чуть не запрыгнули сюда. Они задолбали залазить ко мне на крышу. А после, для своего же удобства, я даже поставил камеру, чтобы наблюдать, как турели убивает типов. О, идеально! Топ! Какой же топ! О! Бежит! На! Ха-ха! Вот кис! На нафиг! Офигел мою турель разбивать? Да чёрт! А ещё, пока я наблюдал за турельками, я увидел типа, который сидит на крыше и стреляет по моему тиммейту. Дострелялся? И вы просто посмотрите, какая же ночью у меня была красота. Ощущалось новогоднее настроение. Но нам было не до отдыха. Нам нужно было фармить серу, чтобы зарейдить соседей руккемперов. Держи, держи, пока серку, которую я накопал, я сейчас тут тоже пойду копать. Вот, всё. Если чё, авторизируйся в этом ящике, это быстро, типа, взял пушку и пошёл кого-нибудь бил. 31-31, вроде. Пойду-ка я подарок устрою моим соседям. У них же тут турелечка стоит. Хорошенькая. Они хотели пробахать мою турель и принесли мне скоростные ракеты. И это была их большая ошибка. И выходить стреляться они не собирались. Они любили просто посидеть на вышке и пострелять по бомжам со своих болтовок. У тебя чё-то с вышкой, ты её почини не забудь, а то она немножко развалилась чуть-чуть. На следующий день я полностью улучшил мой домик в металл и МВК. И чтобы его полностью зарейдить, нужно было знатно подпотеть. Найс. Минус. Ну так, если левее, левее, левее. Один на мне ещё. На мне, на мне, на мне, на мне. Нифига ты убийца. Тут и ларка валяется, нашёл. И всё это время мои любимые соседи продолжали стрелять со своей вышки. М-да. И наконец-то, спустя некоторое время, я поставил третий верстак. Вот эти, вот эти типы, да, эти типы наши враги. Но рейдить мы не их будем, они вроде безобидные. Пойдём покажу, чё я хочу зарейдить. Видишь вот это дерьмо? Ага. Вон там неадекватные, неадекватные личности русские живут, надо их вынести. Да, меня там тоже охуярили постоянно, там кемперы живут какие-то. Да, 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 вот мы из-за этого и хотим вынести. Да посмотрим, я думаю. Вон, видишь, опять на крыше вылез. Это всё, что он может сделать. Сейчас мы ракетку изучим, экспу, соберём со всей деревни и пойдём развалим этих типов, потому что, ну, реально, они меня задолбали. Так, чё, пора одеваться, пора одеваться и идти рейдить их. Ракеты на крафте, шапочку натянул, базуку взял. И, наконец, я докрафтил ракеты, и нам уже хватало, чтобы их зарейдить. Я поставил ящик, скинул все свои ракетки, разрядил все свои ловушки, чтобы соседи могли забегать в мой домик. Оставил одного охранника и побежал договариваться с моими соседями, чтобы зарейдить их вместе. Они должны быть в онлайне, у них есть турели на территории, поэтому будьте повнимательнее. И когда я вернулся, я просто был в ужасе. Мои ракеты все пропали. Чуваки, я не понял. А ракет-то у нас больше нет. А это мем? Thanks for the rockets, man. Thank you. I love you. Thank you for the rockets. Ха-ха-ха, лузер. Всё, давай, ты тебе. Давай, иди. Давай, тебе тоже. Ты хороший человек. Как вы всё равно всё прорейдите? Хорошо. Да. У нас украли все ракеты, но не украли мотивацию. Мы снова всё отфармили. И показывать это ещё раз нет смысла. И уже на плюс мотивации взяли все ракеты и побежали выносить их территорию в онлайне. Ща мы им покажем как бы. В окне, в окне, в окне. Я пошлил тулипу. Почти, у него от них хп. Смотри, вон туда бахаем, короче. Где турель? Ты бахай. Турель включили. Аккуратно. Я на мине взорвался. Нет чел, пацаны. Аккуратней. Блутаю себя. Я ещё мины видел. По кустам мины стоят, ребят. Убил крышу. Надо дальше бахать. Просто в левую стенку. Правильно. А только наша? Я бахаю. Там какие-то ящики. Аккуратно. Бахай. По очереди. Пришли, 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 пришли. Галки дуловы ему. Убили. Блочка в стене. Мы с блочкой взяли. Гаражку, гаражку. Бил, бил, бил. Дальше бахаем. Спарникала мои. Спарникала мои. Мы спарникала мои. Бахаем. Убил. Всё. Всё, 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 всё. Они с базуки бахают. Меня взорвали, меня взорвали. Всё. Убил. Хорош. Ракеты забрал. Всё, лучше. Забирай, уходи. Надо, надо гаражку пробахать дальше. Минус. А, серьёзно? Правильно. Засравим, пацаны. Забирайте, забирайте всё, абсолютно всё, что вы видите. Всё, все пушки. Даже левики. Потому что они задолбали со своей крыши стрелять. Дорейдив полностью территорию, мы отнесли все ресурсы домой. И больше этих руфкемперов никто не видел. И в нашей деревне воссорил мир и покой. Запрыгивай, небось. Не буду её убивать. Смотри, передай, ты, пожалуйста, привет, морфину. Матвею в лохло. Ага. И всё. Всё, теперь иди за мной. Так, всё, я думаю, надо дождаться ночи и запустить вот эту красоту. Только надо... Угу. Так, надо что-нибудь нарисовать. Интересное такое. Кто же это будет? Блин, это похоже на ракет. Надо ракеты запустить в космос. Я запущу множество разноцветных ракет. Это будет большая ракета. Фух. Ну вот почти настала ночь. И вот, наконец, настало время зажечь наши ракеты. И отправить их прямиком в космос. Всё для вас, ребят. Спасибо, это наше любимое. Это ракеты по чертежам Илона Маска. И на этом моя история подошла к концу. В прямом и переносном смысле этого слова. Ха-ха-ха. Ну а в конце я хотел бы вам показать, как именно у нас украли ракеты. Один из них даже записал этот момент. Он в наглую запрыгнул ко мне на крышу, где не было моего охранника. Прошёл через гантрапы, а двери у меня были открыты. Мда. Он забрал все мои ракетки, честно добытые, и свалил к себе домой. Но, как вы знаете, всё равно мы их себе обратно вернули. И это я хотел вам показать к слову о том, что у ютуберов тоже бывает не всё так гладко, как кажется. А ещё, для тех, кто не знал, пролётки снимаются именно так. Раз, 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 ротик, 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 прикрывай. Раз, раз, алло, 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 снегопад, снегопад. Привет, студия, здравствуйте, здравствуйте. Пау, пау, пау. Алло, 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 алло. Раз, 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 ничего себе классно. А где рука, еб? Мне рука в чисто пропала. Тупо имплант забыл вставить. Нормально, нормально. Живём, живём, как говорится. Всё чётко, по кайфу. Вон туда смотрите все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну и на этом ролик точно подходит к концу. Я надеюсь, у меня удалось поднять вам настроение и вам понравилось данное творение. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. А также в таких соцсетях, как ВК и Инстаграм, я добавляю до Нового Года абсолютно всех. Кидайте заявки. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok